Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию начальника ОМВД России по Ленинскому району, подполковника полиции Алексей Валерьевич Кучуна. Алексей Валерьевич, добрый вечер! Добрый вечер, Олег! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Спасибо, что пригласили в студию! А вам спасибо за то, что согласились и пришли. Алексей Валерьевич, перед эфиром я, может быть, определил несколько тем, которые хотелось бы сегодня затронуть. И я больше чем уверен, что и наши телезрители с удовольствием сегодня посмотрят эфир. Они могут задавать свои вопросы по телефонам, которые указаны у вас на экране. И первая тема, которую хотелось бы с вами сегодня обсудить, есть такая программа «Безопасный город», «Безопасный регион». Сейчас все чаще используются камеры видеонаблюдения. И хотелось бы у вас узнать и спросить, насколько действительно эти камеры помогают в выявлении правонарушений и в раскрытии каких-либо преступлений. Ну, на самом деле, да, ни для кого не секрет, что практически каждое преступление у нас раскрывается с помощью видеонаблюдения. Так или иначе, значит, помощь оказывается в любом случае камерами видеонаблюдения. И в том числе у нас в районе существует такая программа «Безопасный город», «Безопасный регион». В настоящее время у нас на дежурную часть УВД выведено 64 видеокамеры. Все они функционируют. Данная программа, она сейчас расширяется. Значит, совместно с администрацией у нас проводится серьезная работа. До конца первого квартала 2017 года будет установлено более полутора тысяч камер видеонаблюдения в целом на территории района. Это охватит и сельские поселения. Большая часть, конечно, будет установлена у нас на территории городского поселения, города видны. В настоящее время с помощью камер видеонаблюдения у нас раскрыто 45 преступлений. Эффективность камер видеонаблюдения, конечно, не совсем они были у нас, будем так говорить, характеристикам соответствовать. Поэтому сейчас очень серьезная работа проводится, меняется видеонаблюдение у нас, устанавливаются камеры поворотные, камеры, которые приближают. То есть, можно считывать номер машины. В массовых пребываниях граждан в местах устанавливаются камеры видеонаблюдения предпочтительно цветные, цветным изображением. Ну, сейчас и требования изменились к видеокамерам, да, они должны быть определенного разрешения, чтобы действительно можно было идентифицировать личность человека. Серьезное подспорье в раскрытии преступлений, поэтому очень много на это уделяется сил и средств, в том числе и помощь оказывается администрации. Я думаю, эти средства абсолютно оправдывают свое вложение, потому что действительно сейчас появляется очень много видеокамер, да, и большим подспорьем является к раскрытию преступлений. Следующая тема, которую хотелось бы обговорить, скажите, ведется ли в управлении какая-то статистика по тем преступлениям, либо правонарушениям, которые совершают граждане, местные граждане и граждане, которые приезжают из каких-либо других регионов, областей России, будь ли того, зарубежья. Да, ведь, ну, такие достаточно часто встречающиеся преступления, как кражи, да, квартирные кражи, угоны машин и так далее. Есть ли какая-то цифра по этому вопросу? Такая статистика ведется и в целом и по региону, по Московской области, и по России, и у нас в Ленинском районе такая статистика ведется. Ну, если сказать по преступлениям, совершенным иностранным гражданам, то наша тема была год назад, один из вопросов, когда мы разговаривали, ситуация значительно поменялась, и сейчас намного меньше стало совершаться преступлений иностранными гражданами. Если взять в целом из 650 раскрытых преступлений на территории района, то 265 преступлений совершены именно жителями нашего Ленинского района, местными жителями. И опять-таки вернуться, если к мигрантам, то всего 106 преступлений таких совершено иностранными гражданами. В этом плане работа очень серьезно проводится. Особое внимание обращается именно на мигрантов, поэтому цифра говорит сама о себе. Если, как вы затронули тему конкретных преступлений, таких как кражи и угоны автотранспорта, квартирные кражи, то здесь тоже значительное снижение преступлений, совершенными мигрантами. Все-таки большей части стали совершать эти преступления наши местные жители. Из 21 расследованных наших раскрытых преступлений по квартирным кражам, 10 преступлений совершено местными жителями. Если брать кражи и угоны автотранспорта, то из 12 преступлений всего 2 совершено мигрантами. Поэтому работа проводится достаточно серьезная в этом направлении. Но это не стоит забывать, что мы говорим о преступлениях, которые раскрыты. Да. У нас на сегодняшний день остается порядка 350 нераскрытых преступлений, поэтому здесь мы не можем сказать, кто их совершил пока. Кстати говоря, тогда у меня сразу такой вопрос. Насколько тяжелее, сложнее раскрывать преступления, которые связаны с местными гражданами, которые принимают в них участие, либо с людьми, как на языке, по крайней мере, сотрудников милиции точно было, гастролерами? Естественно, гастролер более подготовленный. Он уже, будем так говорить, больше части и место посмотрит, и подготовится к этому совершению преступления. Местные жители, если говорить о местных жителях, большей части совершают преступления, будем так говорить, после распития спиртных напитков, где-то там какой-то конфликт произошел в этом плане. А так, профессионалы, как правило, ловятся очень сложно. И для этого кропотливая работа проводится, подключается и системы различные, и помощь сотрудников ГУВД, МВД. Поэтому мы, наверное, дальше остановимся. Да, конечно. Давайте перейдем еще к одной теме, которую хотелось бы обсудить. Была совсем недавно реорганизация МВД, и теперь в структуру Министерства внутренних дел присоединились отдел по вопросам миграции и отдел по контролю за оборотом наркотиков. Изменились ли их полномочия, функции, и вообще, как они теперь будут работать в системе МВД? Да, указом президента 5 апреля текущего года были упразднены две самостоятельные структуры, как раньше называлось, у нас федеральная миграционная служба и служба по незаконному обороту наркотических средств. Данные два подразделения, вернее, их функции переданы в систему МВД, но если вспомнить, в начале 2000-х годов у нас данные службы, они входили уже в систему МВД, а потом вышли из состава МВД. Состоятельная структура была. Да, сейчас функции также переданы в систему МВД. Если говорить о функциях, функции абсолютно не поменялись, они остались прежними. Больше, конечно, остановиться на федеральной миграционной службе, теперь она называется у нас отдел по вопросам миграции. Значит, основные функции остались прежними, это предупреждение пресечения незаконной миграции, выдача заграничных паспортов, постановка на миграционный учет, оформление разрешения на временное пребывание, регистрация по месту жительства, как постоянно, так и временно. Поэтому функции остались прежними. Подразделения, места дислокации, они тоже остались прежними. Значит, отдел по вопросам миграции у нас находится по адресу ПЛК 32-56, в городе Видное. Вот, также существует у нас на территории района два миграционных пункта. Значит, один находится на территории развилковского поселения, находится он в отделе полиции развилка. Развилка дом 7. И в городском поселении Видное у нас тоже школьное 89 осуществляет прием граждан города Видное, миграционный пункт. Поэтому функциональные обязанности остались по-прежнему. Будем так говорить, что штат, который был у подразделения ФМС и подразделения наркоконтроля, перешел, если говорить в рамках Ленинского района, в УМВД по Ленинскому району. Функции остались прежние. Да, наш телеканал делал сюжет, делал материал именно по отделу по вопросам миграции. И я предлагаю всем нам и нашим телезрителям посмотреть этот сюжет. И мы уже точно поймем, чем они сейчас занимаются, чем живут и с какими вопросами к ним можно обращаться. Отдел занимается вопросами миграции иностранных граждан, которые должны вовремя оформить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Для этого сначала нужно встать на миграционный учет. После приема и обработки документы отправляются в Главное управление МВД для принятия решения по конкретному физическому лицу. Мы сейчас принимаем по записи. По записи у нас понедельник, вторник и пятница. Четверг у нас свободная очередь. Люди приходят с двух до шести, живая очередь. Максим приехал в Россию семь лет назад и ежегодно подтверждает проживание по виду на жительство. Я вид на жительство получил год назад и каждый год нужно подтверждать свое проживание. Ну, где я проживаю и где я работаю. В соседнем помещении граждане России могут получить загранпаспорт. Для его оформления необходимы следующие документы. Внутренний паспорт, действующий внутренний паспорт. Заявление о выдаче паспорта. Фотографии при наличии. Квитанция об оплате госпошлины. Ну и если есть действующий заграничный паспорт. Для оформления биометрического загранпаспорта, который выдается на 10 лет, необходимо сделать фото на месте. Также по новым требованиям с человека дважды снимаются отпечатки пальцев. Первый раз при подаче заявления, а второй при получении для активации загранпаспорта. Для удобства граждане могут подать заявление через портал госуслуг, где нужно заполнить анкету. Анкетные данные составляют только с вашего паспортных данных. Где очень внимательно надо заполнять, потому что когда к нам приходит вот такая вот анкета, очень бывает много ошибок. Именно в той части, где вы часто ошибаетесь, серия, номер паспорта, либо дата выдачи паспорта. Для жителей Ленинского района загранпаспорт оформляется в течение месяца, а для временно проживающих срок ожидания достигает 4 месяцев. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну, я уверен, что после просмотра этого сюжета наши телезрители, которые, может быть, не знали о той работе, которая проводится отделом по вопросам миграции, теперь точно знают, с какими задачами туда идти. Следующая тема, о которой хотелось бы поговорить, это нелегальные мигранты. Делаем такой мосточек определенный, да, вот отдел по вопросам миграции, да, к нелегальным мигрантам. Как часто проводятся мероприятия по выявлению мигрантов, да, у нас в районе? И есть ли какие-то результаты этих проверок, операций? Будем так говорить, работа в данном направлении, как я уже и сказал, проводится регулярно, на постоянной основе. Если говорить в целом о работе управления, значит, выявлено у нас на территории Ленинского района 24 места компактного проживания и работы нелегальных мигрантов. Все они нами контролируются, регулярно проверяются. Ни для кого не секрет, что основное это наши стройки, строящиеся объекты. Больше количества мигрантов именно находится там. Если говорить о результатах, о проделанной работе, за 9 месяцев нами проведено именно в рамках контроля за незаконным оборотом мигрантов более 20 рейдов оперативно-профилактических мероприятий, операций и совместно с прокуратурой, и с администрацией. Поэтому по результатам, значит, выявлено у нас 684 правонарушения, то есть незаконное пребывание на территории Российской Федерации. Из вот этого количества 586 жителей другого государства, будем так говорить, выдворены за пределы Российской Федерации. По решению суда, принято решение, граждане выдворены. Значит, также выявлено нами 33 незаконные, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, возбуждены в данном случае уголовные дела у нас, 322 прим. 3 Уголовного кодекса. Данные граждане все сняты у нас с регистрационного учета. Что касается еще работы, это выявлено 6 преступлений по предоставлению иностранным гражданинам поддельного разрешения на работу. Тоже возбуждены уголовные дела, работа продолжается. А если говорить о нелегальных мигрантах, я помню, несколько лет назад достаточно много было действительно мигрантов. Это одно, сейчас может быть не меньше. Другое дело, что насколько сейчас те люди, которые привлекают мигрантов в качестве работников, насколько они теперь стали добросовестнее относиться к тому, что нужно получать квоты, нужно получать разрешение на этих людей, которые работают. То есть, двинулся ли с мертвой точки этот вопрос, уж простите, законности, скажем, работы этих людей у них на предприятии? С учетом того, что серьезные у нас и санкции, и меры по этому вопросу, если взять одну из статей к юридическому лицу, 18.15, такая статья, то в отношении юридического лица составляется протокол административный, то санкция по данному протоколу до полутора миллионов штрафов. Поэтому я так думаю, что любое юридическое лицо задумается, прежде чем взять гражданина, мигранта, будем так говорить, на птичьих правах, чтобы он осуществлял работу. Лучше все-таки оформить его полагающим образом. Заплатить определенные бюджеты. Провести дальше процедуру, да, и спокойно заниматься работой. Поэтому и санкции серьезные, и уголовная ответственность предусмотрена по статьям Уголовного кодекса. Поэтому порядка в целом стала намного больше. Хотя мигрантов я не скажу, что уменьшилось. Да, да, да. Порядка стала больше. Ну и жители видят, что стройки-то у нас они продолжаются, и микрорайоны растут. В этом плане работа очень серьезная. Ну, никто не запрещал использовать этих людей в работе. Это пожалуйста. Главное, чтобы они на законных основаниях это делали. Абсолютно правильно, да. Согласен. Переходим к следующей части нашего прямого эфира. Нашим телезрителям я хотел бы напомнить, что у нас прямой эфир. Телефоны вы видите на своих экранах. 541-25-40 и 541-25-25. Звоните, если у вас будут какие-либо вопросы. Кстати, один уже поступил. Ну, я не знаю, насколько это к вам, но, как говорится, телезритель его задал. Слышал, что вступил в силу или вступает в силу с 1 декабря закон, чтобы штрафовать владельцев за то, что автотранспорт, что не поменяли летнюю на зимнюю резину. Правда ли это? И сколько составит штраф? Ну, актуально, учитывая, что неделю обещают снежный. Ну, для своей же безопасности, независимо от штрафа и административной ответственности, все-таки я рекомендую поменять резину с летнюю на зимнюю. Это, прежде всего, будет безопаснее передвижение по дорогам. Но по санкциям в административном кодексе, насколько я понимаю, нет у нас таких. Ну, почему-то люди действительно очень многие вопросы или темы обсуждают именно со стороны наказания. Наказания, да. Да, ну, друзья мои, вы правильно сказали, что... Прежде подумайте о себе, о своей безопасности, о семье, которую вы перевозите, о детях в том числе. Согласен. Раз уж мы затронули эту тему безопасности, давайте вот еще о чем поговорим, о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, да, а также о случаях ДТП с участием детей, насколько они присутствуют в Ленинском районе и как часто это происходит. Ну, данная тема, достаточно тоже серьезный подход к ней, достаточно серьезная тема. И я хотел бы обратиться, прежде чем начать эту тему, ко всем родителям. Обеспечьте, уважаемые родители, сейчас у нас темнеет очень рано, в вечернее и ночное время, обеспечьте светоотражающими элементами своих детей, потому что это, прежде всего, безопасность ваших детей. Что касается данной темы, то хотел бы сказать, что подразделение наше по пропаганде Государственной инспекции безопасного дорожного движения очень уделяет много времени и работы данному направлению, и сюжетов очень много по телевидению у нас. Да, мы очень хорошо взаимодействуем друг с другом. Основные направления – это все-таки профилактические беседы, проведение профилактических бесед у нас, как в детских садах, в школах, в учебных заведениях. Мероприятия также проходят и на улице у нас такого плана, и, как они, стикеры. Да, фликеры, стикеры, детишкам даются. Значит, в целом у нас проведено за 9 месяцев более 25 рейдов по данному направлению, то есть так называемое детское кресло, безопасность детского травматизма. Привлечено у нас более тысячи водителей, которые не обеспечили детским креслом при перевозке детей, привлечены к административной ответственности. Ну и результат, я бы хотел сказать, что на территории района у нас за отчетный период не погибло ни одного ребенка вообще, а ранено за 9 месяцев у нас 5 человек, 5 детишек всего. Если говорить с прошлым годом, у нас их было 8, поэтому снижение значительное. Ну, самое главное, нет у нас тяжких последствий. Ну, это действительно очень важно, и, как я уже чуть выше сказал, но не побоюсь повториться, что это прежде всего безопасность. И когда люди спрашивают, какой штраф мне будет, если я буду перевозить ребенка без детского кресла, так называемого, какой штраф будет, если он будет не пристегнут и так далее. То есть почему-то их в большей степени волнует именно наказание, а не жизнь, в общем-то, родных и близких. Кстати, мы подготовили сюжет, специально посвященный именно детскому креслу, и действительно, как участники движения отвечали на вопросы, в общем-то, достаточно законные вопросы. Но вы сами понимаете, что это безопасность. Давайте посмотрим и потом обсудим. Торговый центр «Вегас», рядом Московская кольцевая автодорога. На съезде с трассы водители встречают сразу несколько экипажей ГИБДД. Инспекторы стоят на проезжей части, они внимательно осматривают проезжающие машины, даже затемненные стекла – не помеха. Взмах полосатого жезла отправляет нарушителей к обочине. После обязательной проверки документов вопрос – почему переводите детей не по правилам? Ответы самые разные. Кресла у меня нету, как-то вот, видите, сейчас с деньгами плохо покупать. Машина была на мойке, просто помоли машину и забыли на мойке поставить. У меня для старшего есть, значит, кресло, точнее не кресло, а подушка, а для маленького кресла. Ну, просто, я говорю, сейчас выехал, вынужден был просто выехать сюда для того, чтобы просто детей, ну, одеть, одним словом. Поэтому просто так получилось, что я в спешке выехал без этого. Штраф за небезопасную, без специальных устройств. Перевозку детей – 3000 рублей. Половину можно сэкономить, если заплатить в течение двух недель после нарушения. Ехать в детском кресле по закону должны все автомобилисты младше 12 лет. Для новорожденных – свои правила. Маленьких наших грудничков водители могут перевозить в люльки. Не могут, а обязаны перевозить. Но тогда нужно смотреть на автомобиль свой и отключать подушку безопасности, когда устанавливается люлька у нас на переднее сидение. Против движения. А самые безопасные места для подростков – задние. Последние годы маленьких пассажиров все чаще перевозят по правилам, отмечают в ГИБДД. Но пока что кардинально улучшить статистику не получается. На сегодняшний день две трети всех пострадавших в авариях – это дети. Алексей Пименов, Евгений Петров, Анастасия Нурфонова. Видное ТВ. Мы посмотрели сюжет, и действительно, как я и анонсировал, многие придумывают миллион причин. Да я забыл, да я спешил, да мне тут доехать буквально 100 метров и так далее. Есть что добавить? Хотел бы добавить еще по работе, традиционно сотрудниками ГИБДД у нас в начале учебного года проводится работа по обеспечению безопасности движения в зоне школ. То есть, где школы у нас прилегают к транспортным, будем так говорить, непосредственной близости к дорожному движению, к дорогам, у нас на постоянной основе уже не первый год несет службу в утренние часы, когда детишки в школу идут, сотрудник ГИБДД. То есть, это с 8 и где-то до полдесятого он находится у школы, контролирует и движение, и опять-таки поведение детей в зоне магистрали или дороги. И участников движения, хотя, в общем-то, не все участники движения, по большому счету. Поэтому это, будем так говорить, тоже традиция, она все-таки у нас продолжается и будет продолжаться. Спасибо большое. Не могу не задать вопрос, который очень часто и много обсуждается и в городе, и во всем Ленинском районе. Череда громких преступлений, которые произошли, я бы сказал, резонансных, в какой-то степени преступлений, которые произошли на территории Ленинского района. Давайте сейчас немножко расскажем, что это были за преступления, и насколько удалось изобличить преступников. Если говорить о резонансных преступлениях, которые раскрыты у нас в октябре месяце с сотрудниками УВД, начать, наверное, все-таки не очень часто. Такие поступают у нас звонки в дежурную часть на систему 112. 112, да. Ну вот случилось, да. У нас в понедельник, получается, в вечернее время поступил звонок на систему 112 дежурному о том, что в здании перинатального центра у нас заложена бомба, взрывное устройство. Значит, незамедлительно среагировали, выехали на место, произведено оцепление. Значит, потом совместно, кстати, с сотрудниками УФСБ проведены мероприятия. Естественно, общественный резонанс придал и гражданам этот звонок. У нас порядка 30 семей сразу подошли у нас к этой больнице, к перинатальному центру. Ну, естественно, переживают люди. Конечно, такой момент ответственный. Значит, забегая вперед, преступник у нас изоблечен, в течение дежурных суток по горячим следам задержан. Это житель Чувашии, опять-таки, будем говорить прямым текстом, переборщил с алкогольными напитками, вот какая-то семейная трагедия была или драма, и позвонил на телефон. В настоящее время задержан, находится у нас в изоляторе, отбывает законное наказание свое. Также у нас задержана в октябре месяце очень серьезная группа. Это граждане Молдавии, 8 человек. Квалифицировались они на совершении разбойных нападений на территории Московского региона, Московской области, соседних регионов. Сейчас доказывается очень большое количество их эпизодов. Значит, задержаны они были у нас, совершено разбойное нападение в поселке Горки, разбойное нападение на дом. Похищено 4 охотничьих ружья, денежные средства, золото. Совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел, главного управления нашего, данные граждане были задержаны. Все 8 человек в настоящее время находятся у нас в изоляторе, отбывают наказание тоже. Также у нас в октябре было раскрыто 2 убийства. Значит, в одном из случаев у нас местная жительница, женщина, была обнаружена на территории центральной районной больницы в лесопарковой зоне с характерными телесными повреждениями. Повреждена голова у нее была, значит, установлена, опять-таки, с помощью системы видеонаблюдения, установлена, где они совместно со своим приятелем распивали спиртные напитки, потом произошел у них какой-то конфликт, в итоге закончилось это смертельным исходом. Человек задержан, 4-ждесудимый, находится тоже в изоляторе у нас. Вот, и очень серьезная работа проведена у нас в октябре месяце по отработке территории в рамках незаконного оборота наркотиков. И совместно с нашим отделением по незаконному обороту наркотиков в результате изъято более 90 килограмм производных спайс. Задержаны 10 граждан Республики Украина. Мера пресечения тоже арест, находится у нас в изоляторе. Ну, это из основных резонансных преступлений. В целом, работа ведется по данному направлению. Алексей Валерьевич, можно ли как-то, не знаю, связать, увязать вот те преступления, о которых мы только что рассказали? Есть ли какая-то, может быть, тенденция? Почему все это вот начало происходить вот сейчас, может быть, в это время? Осеннее обострение, может быть? Бывают такие? Не знаю, в практике полицейских, да, или там, не знаю, судебных каких-то органов, что, насколько это является правдой? Как говорится, осеннее, весеннее обострение у людей, которые предрасположены к тем или иным противоправным действиям. Ну, я бы не сказал, что в октябре или в сентябре произошел какой-то всплеск, серьезный всплеск совершенных преступлений. Нет, такого нет. Ну, а по поводу совершенных, опять-таки, это тоже разные люди. Где-то на фоне распития спиртных напитков совершено преступление. Где-то, как вот эта серьезная группа, она достаточно сплоченная, организованная группа, и совершали эти преступления уже не один, будем так говорить, месяц. Поэтому люди готовились, люди знали, на что шли, и, естественно, надеялись, что в дальнейшем будут спокойно совершать такие же преступления. Поэтому, как такового всплеска, на осеннее обострение здесь грешить не надо. Понятно. Просто я сейчас вспомнил еще один случай, который произошел здесь, на проспекте Ленинского комсомола, в одном из заведений, да, не знаю, пятийных или развлекательных, да, заведений. И там тоже, в общем-то, наверное, да, сыграло свою роль именно злоупотребление, да, алкогольной продукции. Если вы говорите о задержании гражданина местного жителя, который в нашем, вот здесь, рядышком находится у нас заведение, да, перебрал, будем так говорить, тоже с алкоголем, вот, что-то там, или кто-то там обидел, значит, пошел домой, взял свое охотничье ружье. Вот, слава богу, не закончилась серьезной трагедии. Своевременно, опять-таки, наши жители сообщили в службу дежурной части по системе 112, вот, и гражданин был задержан на месте совершения преступления, возбуждено уголовное дело, поэтому тоже преступление раскрыто по горячим следам в течение дежурных суток. Идем дальше, к сожалению, не так много времени остается, а еще есть тема, о которой хотелось бы поговорить. Вот мы говорим, что граждане вовремя сообщили, граждане, да, увидев, кто или иное правонарушение, сообщили там в дежурную часть или в службу 112. Как вообще работает полиция сейчас, конкретно наша ОМВД, с обращениями граждан, с приемом населения? Ведутся? В обязательном порядке ведется прием населения, принимаю как и я, так и мои заместители. Значит, у нас составлен график приема населения, публикация данного графика у нас находится в газете «Видновские вести», на сайте УВД. Значит, мой прием шляется по четвергам, с 16 до 18, предварительно можно записаться по телефону 541-45-00, либо 541-66-73. Если у нас граждан достаточно, жителей района, есть проблемы, вопросы, поэтому прием продолжается до последнего посетителя. Пользуясь как раз таким случаем, завтра, 28 числа, у нас принимает наш куратор, замначальника управления уголовного розыска, главного управления, главка, из Рохин Павла Владимировича. Это тоже у нас на системной основе. Каждый месяц руководитель главка осуществляет прием населения в подразделение УВД. Завтра с 16 до 18 в моем кабинете будет осуществляться прием. Ну, те, кто, да, граждане, хотели бы... Все желающие, пожалуйста, да. Спасибо. К нам обращаются наши телезрители. И, кстати говоря, тоже просят телефон. Куда можно обратиться, сообщить о наркопритонах? И по какому телефону можно позвонить? Как я и говорил, все-таки проще позвонить по телефону 112, либо по телефону в дежурную часть 541-57-22. Независимо от того, наркопритон это, либо это какая-то информация на стене где-то, либо имеется информация о том, что торгуют наркотиками. В любом случае, опять-таки, конфиденциальность будет гарантирована. Информацию в обязательном порядке мы проверим, любую информацию. Поэтому мой телефон 541-66-73. Я всегда, да, на связи, поэтому в любое время примем сообщение. Еще один вопрос от нашего телезрителя. Сигнализации машин по ночам мешают спать. Кому обращаться в этом случае? Ну, реально существует. То ли, как говорится, сосед спит крепко, что не слышит, а для чего что-то оставил сигнализацию? Если она может кричать полночи. В этом случае, да, тоже необходимо позвонить дежурную часть. Выйдем на место, установим владельца, который запамятовал выключить сигнализацию или сработала она. Примем меры, опять-таки. Есть еще один вопрос от нашего телезрителя. Ездит по городу машина в аварийном состоянии. Оторваны глушители. Старые машины. Почему на них не обращают внимание сотрудники ГИБДД? Это, опять-таки, покой граждан. Действительно, часто можно встретить машину, которая проезжает мимо тебя и, кажется, далеко не легковая автомобиль, не легковой автомобиль проехал. В целом-то сотрудники, не сказал бы я, чтобы не обращают внимания, да. Если такая автомашина у нас встречается на дороге там или где-то, в любом случае сотрудник остановит ее и проверит техническое состояние, опять-таки, документы, исправность данной машины. Если есть такая информация, где, допустим, сотрудники не отреагировали, не стесняйтесь, звоните мне на телефон, будем реагировать. Ну, в целом, операции, как я говорил, проводятся достаточно серьезные по этому направлению. И в том числе у нас существует система Паркон, опять-таки, бросают у нас и на проезжей части машины, и на обочине бросают на тротуарах, на газонах. Существует у нас такая система. У нас на постоянном режиме уже с прошлого года машина на территории района по определенному маршруту проезжает, фиксирует это все. И письма счастья приходят. Письма счастья, да, приходят гражданам. А машины, которые нарушают либо парковку, неправильная парковка, их просто-напросто эвакуируют. У нас существует парковка... Будем говорить... Стоянка. Штрафная стоянка, да. Куда помещаются эти машины. Места там предостаточно, поэтому... Алексей Валерьевич, не буду называть адрес, потому что информация, что называется, непроверенная, но есть для этого, может быть, все предпосылки. Наш телезритель, по крайней мере, нам об этом напоминает. Когда закроют организацию, где принимают металл, палеты, там наркотики распространяют и прочее. Ужас, что творится. Может быть, посоветовать нашему телезрителю позвонить, либо прямо сейчас в эфир оставить, может быть, свои координаты, либо, может быть, Алексей Валерьевич, прямо сейчас... Адреса у нас точного нету, где торгуют? Тут написано, но я не могу его сейчас озвучить, потому что... Давайте тогда, да. Может быть, сейчас вы произнесете телефон, может быть, там вы подготовитесь, да, или если есть возможность перезвонить прямо сейчас в студию, Я думаю, что, да, оставить свои контактные координаты. Мы с телезрителем в обязательном порядке свяжемся и проверим этот адрес. И телефон, который вы уже озвучивали, 541... 6673. 6673. Да, это мой телефон в кабинете, поэтому... Да. ...в любое время. Да. Ну, такой немножко достаточно провокационный вопрос, но наш телезритель задает, поэтому не могу его не озвучить. Вопрос. Ваше мнение о нашумевшем деле о гонках на Гелендвагене, учитывая, что там были сотрудники полиции, которых теперь там обвиняют в чем-то. Да. В гонках на Гелендвагене. В гонках на Гелендвагене, да. Ну, это в центре Москвы, когда у нас, ну, так, условно называемая «золотая молодежь», которую преследовали сотрудники ГИБДД, не подчинялись требованию и так далее. Насколько просто имеется в виду, наш телезритель спрашивает, насколько жестко в этих случаях должен применяться закон и законные требования сотрудников полиции. Ну, я считаю, что достаточно правильно поступили сотрудники полиции и меры достаточно адекватные приняты в этом случае. Надо жестко реагировать на эти вещи, потому что это не только безопасность участников движения, но это все-таки какое-то поведение на дороге, прежде всего. Нельзя так поступать, поэтому я считаю, что абсолютно адекватные меры приняты и наказание достаточно адекватное. И те же «Гелендваген», они тоже граждане и должны быть законопослушными гражданами и не выделять по какому-либо принципу. Алексей Валерьевич, прямо нон-стопом идем, потому что пять минут в эфире. Первая и вторая радиальные улицы, возле жилых домов паркуются грузовые машины. Можно ли там парковаться и куда обращаться, чтобы принимали меры? Насколько я помню, на первой радиальной улице мы уже эвакуировали автофургон. Если опять получается там незаконная парковка производится, я запишу адрес, мы прямо завтра проверим этот адрес. Первая радиальная улица. Первая и вторая радиальные улицы. Проверим. Если там действительно паркуется, была парковка на газоне, мы оттуда эвакуировали фургон. Проверим. Хорошо. Еще один вопрос от нашего телезрителя. Считается ли нарушением в вечернее время скопление молодежи в подъездах? И можно ли вызывать в этих случаях полицию? В обязательном порядке, если, независимо от того, шумит ли молодежь, или не шумит, просто там собрались. В обязательном порядке, я считаю, для профилактических целей надо сообщить в дежурную часть, наряд полиции по данному адресу выйдет, проверит. Если там читают книгу, грубо говоря, почему бы нет? Если там распивают алкогольные спиртные напитки, значит, это административное правонарушение. И опять-таки, в подъездах в ночное время собираться для какой цели? Согласен. Согласен. Еще один вопрос. Не могу не задать. Почему не обращают внимание сотрудники полиции на бомжей, которые живут в машине у ДСААФ? Действительно, была такая машина, стояла там газель, и там действительно развели притон. Я отвечу телезрителю, что неделю назад эта машина оттуда эвакуирована. Будем так говорить, бомжи определены по месту, куда необходимо в приемник, распределитель. Поэтому задавался, задавался. Стояла эта машина около трех месяцев. Да, да, да. Задавался вопрос, но действительно он решен. Сняли эту проблему, вопрос решен. Давайте такое, о том и все говорим, преступление, преступление. Давайте немножко поговорим о тех сотрудниках полиции, которые достойно несут свою службу. Я знаю, что есть в нашем управлении и хорошие традиции, и преемственность поколений. Вот расскажите нам сейчас об этом. Ну, если говорить о традициях, у нас существует такая достаточно хорошая, добрая традиция уже на протяжении, наверное, более 10 лет. Это вручение первых офицерских званий, будем так говорить, погон, сотрудникам органов внутренних дел в нашем Георгиевском храме. Традицию эту еще начал у нас начальник управления Сан Саныч Повалов. Эта традиция успешно продолжается. Ежемесячно у нас вручаются погоны в Георгиевском храме. Я хотел бы выразить благодарность и отцу Михаилу Егорову, и отцу Дмитрию, которые, кстати, являются членами нашего общественного совета УМВД. за помощь, за оказание помещения. Во всех случаях у нас проходит молебен, после этого поздравления сотрудникам, которые получили первые специальные звания. Это все-таки, я так считаю, одна из основных хороших традиций. преемственность преемственность в настоящее время у нас были, будем так говорить, сейчас у нас находятся на службе супруги, а будем так говорить, как было раньше, поколениями, династиями, были у нас хорошие династии, Кабанов Виктор Васильевич, Алиев Павел Агивич иначе поэтому сейчас единственное, кто на память у меня пришел, это начальник штаба наш Владимир Алексеевич Кельцин, действующий сотрудник, у него служит в патрульной постовой службе сын. Поэтому традиция династии сохраняется. Алексей Валерьевич, мы с вами встречаемся накануне вашего профессионального праздника и давайте поздравим всех сотрудников вверенного вам управления с их профессиональным праздником. Да, с удовольствием, уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником, днем сотрудника органов внутренних дел. От всей души пожелал бы вам здоровья, семейного счастья, благополучия, прежде всего безопасности по службе. Вашим семьям и родным искренне выражаю слова благодарности за их помощь, за их тепло. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить жителей района на наш профессиональный праздник, который состоится у нас 10 ноября в 15 часов во дворце спорта, традиционно у нас будет очень хороший концерт, вход бесплатный, свободный, будем так говорить, поэтому приглашаю всех на празднование меня сотрудника Органа внутренних дел. Разделите вместе с вашими сотрудниками. Еще раз поздравляю всех с наступающим праздником. Спасибо. Присоединяюсь к вашим поздравлениям и говорю нашим телезрителям спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего доброго и до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова